Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Предлагаю вашему вниманию природную тему Полнолуние 14 июня 2022 года Клубничная суперлуния или розовая Полнолуние произойдет 14 июня 14.52 по московскому времени 11.52 по гринвичу Полностью освещенный лунный диск Будет сиять в созвездии Змееносца Если наблюдать невооруженным глазом Луна будет казаться полной за день до И через день после 14 июня Поэтому у вас будет шанс увидеть ее Даже если вы пропустите точное время Полнолуния Что такое клубничная луна? Клубничная луна одно из традиционных индийских названий для июньского полнолуния Оно связано не с самой луной, а с особенностями месяца В июне индейские племена собирали клубнику Как еще называют полнолуние в июне? Хотя чаще всего полную луну в июне называют клубничной В Европе ее звали розовой Может быть потому, что в этом месяце расцветали розы А может быть потому, что в июне полная луна иногда приобретает розовый оттенок Мы расскажем о природе этого явления ниже Кроме того, в июне собирали мед Отсюда еще одно название – медовая луна Возможно, отсюда же пошла традиция называть первый месяц после свадьбы медовым Ведь июнь также считался самым удачным месяцем для женитьбы В этом году июньская полнолуние выпадает на праздник Пасонпоя В этот день жители Шри-Ланки отмечают появление буддизма на острове Пасонпоя считается вторым по значимости буддийским праздником после Висак – Дня Будды Полнолуние в июне 2022 года также совпадает с индуистским праздником Ват-Пурнима В этот день замужние женщины постятся, обвязывают нитями священное дерево паньян И молятся за здоровье и благополучие своих мужей Первая Суперлуния ожидается 14 июня Вторая – 13 июля, а третья – 12 августа Суперлуния в целом длится трое-четверо суток А совпадение Суперлуны с Перигеем – несколько минут Сотрудники НАСА тоже придумали свое название для июньского полнолуния Они назвали его «Луна ЛРО» В честь автоматической межпланетной станции, запущенной в июне 2009 года Будет ли клубничная луна красной? Хоть название и вызывает ассоциации с розовыми и красными ягодами, Но не имеет отношения к цвету июньской полной луны Скорее всего, она будет золотисто-оранжевой или белой, как и в другие месяцы Впрочем, она все же может приобрести красноватый оттенок В северном полушарии полнолуние в июне наступает незадолго до летнего солнцестояния Которое приходится на 21 июня Для наблюдателей из северных широт Луна в это время висит низко над горизонтом В таком положении она иногда кажется розовой или красной Потому что ее свет рассеивается в атмосфере Кстати, по той же причине нам кажется алым рассветное и закатное солнце Почему клубничная луна считается суперлунием? Чтобы ответить на этот вопрос, сперва нужно уточнить, что такое суперлуния Если вкратце, то суперлуния происходит, когда луна фазиного луния или полнолуния Оказывается в перигелии точки максимального сближения с Землей 15 июня 2022 года в 2 часа 21 минуту по московскому времени 14 июня 2022 года в 23.21 по Гринвичу Полная луна будет в 357 658 километрах от Земли Это достаточно близко, чтобы назвать это событие суперлунием Почему этот статус важен? Лунный диск во время суперлуния выглядит больше и ярче, чем во время обычного полнолуния Однако на самом деле разница в величине составляет всего 6,9% А в яркости 16% Заметить такое небольшое различие невооруженным глазом непросто Но мы все же советуем вам попробовать Взгляните на клубничную луну и убедитесь сами Когда следующее полнолуние? 13 июля 2022 года нас ожидает еще одно суперлуние На этот раз удивит оленья луна Чтобы не пропустить ее, пользуйтесь нашей инфографикой Где перечислены даты, точное время и название всех полнолуний 2022 года Также следите за уведомлениями в приложении Sku Tonning Импульсивные порывы Получить результат немедленно и добиться всего сразу Могут привести к необдуманному риску А чрезмерная активность может и оттолкнуть окружающих Большинство астрологов уверены, что в этот день Могут появляться перепады настроения Которые негативно скажутся на взаимоотношениях с коллегами и близкими Поэтому нужно стараться в течение дня следить за своим эмоциональным полем Есть вероятность проявления хронических болезней Чтобы помочь своему организму, нужно провести как можно больше времени на свежем воздухе Желательно проявлять активность и меньше поддаваться апатии Полнолуние 2022 года Что можно и нельзя делать? Чтобы не наделать ошибок, астрологи рекомендуют провести этот день в свое удовольствие Заняться творчеством и любимым делом Сменить обстановку День необходимо провести без спешки и суеты Посвятить время рутинной работе, делам по дому и вовсе отдыху Нужно прислушаться к своей интуиции и внутреннему голосу Вместе с тем, в полнолунии лучше избегать новых начинаний Они могут обернуться провалом Поход в салон красоты также следует отложить на более удачное время Стрижки и другие изменения могут забрать большое количество энергии В полнолунии лучше не сплетничать и не обсуждать других Обманывать и жаловаться Нельзя занимать деньги и самим брать в долг Рекомендовано воздержаться от необязательных Из-за высокого риска пожалеть об этом в будущем Встречаться нужно только с приятными людьми В полнолунии это отличное время для просмотра добрых фильмов Особенно в кругу близких людей Не следует смотреть картины, вызывающие негативные эмоции Ужасы, триллеры, боевики Спокойное время провождения в компании Без споров и выяснение отношений Может сплотить связи Можно выбросить старые ненужные вещи Они распространяют вокруг себя плохую энергетику И выбросив их, человек может очистить пространство от негатива В полнолунии нельзя рисковать Позволять себе больше, чем обычно Лучше не переедать и не употреблять много жирных и калорийных блюд Не рекомендуется пробовать новые блюда Добавлять в привычное меню новые ингредиенты Экспериментировать с едой Огородникам, садоводам, цветоводам В этот день не рекомендуется заниматься посадкой, пересадкой, обрезкой, подкормкой И другими манипуляциями с растениями В полнолуние лучше оставить их в покое Не стоит отправляться в лес Нехоженные, безлюдные или незнакомые места Знакомства в этот день могут привести к плохим последствиям Новые контакты вызовут проблемы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok